Здравствуйте, друзья! Вот хожу сегодня в теплице и хочу вам показать самые урожайные сорта томатов. Вот сейчас я начну с гибридов. У меня всего-то два гибрида. Это интуиция. Я, конечно, её уже и снимала. И вот посмотрите, как она до самого вяжется. До самого верха вон туда. И всё вяжется. Если бы я её не сожгла, это был бы томат. Просто шедевр. А в засолке ему нет равных. Ещё вот сюда покажу вам евпатор. Евпатор. Он покрупнее. Вы внимания не обращайте. Кто со мной на канале знает, что я их сожгла. Но они, знаете, краснеют и нисколько не портятся. В общем, на еду пойдут. Может, даже резанные. Не знаю, на какую-нибудь пасту пойдут. Вот такой вот евпатор. И даже посмотрите, какие у него крупные томаты. Прямо вот крупные. Вон какие. И главное, наверху крупные. А здесь вот помельче, к низу. Вот это два сорта. Евпатор и у меня интуиция. Оба очень урожайные. И главное, что у них не облетали завязи. Не сбрасывали они завязи. А теперь покажу вам урожайные сорта, сортовые. Вот это чёлсан. Здесь я, конечно, собирала немножко. И вот вы посмотрите, какими он висит гроздьями. Помидорки не сильно мелкие. Вот и пошли. И пошли, пошли такие грозди. Пошли. Вот вы представляете, какие помидоры нынче хорошие. Ну что ты будешь делать с этой Наташей? Всё, всё посожгла. Сейчас я вам покажу ещё вот такое. Сумасшедшие вишни барри. Вот начиная снизу. И вот вы посмотрите, сколько он навязал. Я не знаю, что с ними делать. Это баловство. Я их больше сажать не буду. Хотя он и много растёт. Ну а что? Они же очень мелкие. Ну и что? Не знаю. Даже и вкусные вроде. Ну нет. Это в общем-то это побаловались. И всё. Главное мне вот, вот надо и всё. Ищу, ищу. Найду. Посажу. Ведь вот такие суси. Ведь они он как показывает хорошо. И вы знаете, они вот, как же вам показать, они даже наверху. Вот сейчас покажу. Вот здесь. Вон там их. Посмотрите, как цветут ещё кисти. И вообще они. Я завалилась. Вон, вон. Посмотрите, везде. Их очень-очень много. Следующий сорт. Это фляшин. Снизу уже ничего нету. Я всё собираю, собираю. Всё. Отдаю. Это невестки она там солит. И вот вы посмотрите, они вот так вот висят. Висят. Сейчас покажу на той стороне у меня вот. О них два куста. Тоже вот снизу я, конечно, собрала. А вот они. Посмотрите, сколько навязалось их. Ужас один. Ну, я вот всё равно подумаю, сажать их или нет. Потому что их, конечно, и много, они удобные. Но я их посолила в баночку. И они даже сразу, вижу, все расползлись там, растрескались. И я думаю, что лучше сажать вот ещё один сорт. Это французский гроздевой. Тоже снимала я их. Здесь они не болеют. Это я их сожгла. И вот посмотрите, сколько их тоже много. Так лучше их сажать. Они такие крепкие. Я думаю, что они даже в засолке не растрескаются. Очень крепкие. Но ещё я, конечно, их не пробовала солить. Но я даже вижу на ощупь, какие они крепкие. Так а много-то их сколько? А их сколько много? Ужас один. Посмотрите, дальше. Там он, уже там даже и просвета нету. А они там навязаны, навязаны и дальше. И там вот, если может видно. В общем, вот эти, я бы лучше эти посадила вместо фляшин. Конечно, фляшин много тоже. Томатиков у фляшина много плодов. Но они слабые для засолки. Вот ещё хочу сорт показать. Аметистовая драгоценность. Посмотрите. Ну, сколько же он навязал. Сколько он навязал. И дальше, ведь он вяжет такими гроздьями. Гроздьями. А это вот идёт фляшин. Вот сюда вот идёт фляшин ещё. Оттуда. Во, как фляшин куда ушёл. Представляете, издалека и вот через эту крышу и там всё навязал. Фляшин вяжет изумительно хорошо. Ну, вот я вам показываю, конечно, сейчас другие уже. Вот аметистовая драгоценность. Вот второй кустик. И вот пошли они вязаться гроздьями, гроздьями, гроздьями. И тоже до самого верха. До самого верха. И вязались бы и росли, если бы я их не сожгла. Ну, вот этот кустик даже побогаче смотрится. Вот. Если я их бы не сожгла, они здесь их завались. Ну, они вообще-то и так растут. Ой, ну что наделал человек, что наделал человек, не знаю. Вот. Хочу ещё показать вот такой сорт, как сто пудов. Я здесь много уже снимала, но про него говорить нечего. Вот он прямо такими гроздьями. И главное, он сладкий. Не сильно крупный. Ну, главное, грамм по 200. Может, 250. Ну, нормально. Но вяжется тоже прямо. Вяжется где-то даже ещё и там далеко. Вяжется. Если бы я его не сожгла. Вот здесь вот. Да, у меня же ещё карнабель и пазана из этих, из гибридных. Но говорят, что с карнабель можно брать семена. Я ещё его не пробовала. Но вижу, что он нарезался. Говорят, что сладкий. Я думаю, что это он поспеет. И вот посмотрите. И дальше, и дальше. Ой, вот здесь вот какие огромные-огромные плоды. Сейчас покажу вам. Как же бы показать вот этот вот плод. Какой здоровый. Даже не думала, что у карнабеля такие плоды. Так. И вот. Вот он сюда пошёл. Вот. А это вот пазана. Рядом. Я его, конечно, вчера только собрала. Красные. Отнесла. Опять же, своей невестке. Но хочу сказать, что он вяжется хорошо. Сейчас перейду на ту сторону. Перейду. Вяжется очень хорошо. Вот, посмотрите. И пошёл, и пошёл туда. И там плодики. И там всё вот. Вот всё в плодиках. И вот куда навязал. И вот сюда пошёл. И вообще, я хочу сказать, помидор нынче много. Но я их испортила. А это вот яблонька России. Она тоже... Я её вчера всю собрала. Она была вся в красных внизу. Много было. Пол ведра, наверное, набрала красных только. Шариков. Она тоже урожайная. Урожайная. Ну, ещё хочу показать вам... Это... Розовый мёд. Розовый мёд. Я, конечно, здесь уже брала помидорки. Ну, вон, посмотрите, сколько его. И вот так вот он вяжется. И всё вот туда пошёл. В общем, он неплохой. Ну, и последний хочу показать золотую рыбку. Тоже она мне очень понравилась. Золотая рыбка. Тоже снизу всё собрано. И вот она пошла. Пошла-пошла. Вяжется. И туда. И вот сюда. И там, и там. В общем, мне она нравится. Мне нравится. И вот высоко так. И вот куда пошла. Вот сюда пошла. И она и вязалась бы, и вязалась, если я её бы не подпортила. Если я бы её не подпортила. В общем, она неплохая. А если сравнивать с золотым лимоном, он тоже урожайный. Вроде как вкусный. Но золотая рыбка мне понравилась больше. Она вкуснее. Я думаю, если буду выбирать, хоть он золотой лимон такой, считают прямо, не знаю, как его достать. Я доставала, прям выписывала. Но тем не менее, я бы золотую рыбку бы выбрала. Ну вот. Конечно, мне нравится и космонавт Волков. Здесь вон какие помидоры. Мы тоже уже срывали, ели. Такие огромные. Вон как подожгла. И там, и там. В общем, хороший. И шоколад вот полосатый. Посмотрите, вот он поверху. И главное, еще продолжает вязаться. Вот если начинать снизу. Здесь ему, конечно, снимали уже. И вот он так интересно продолжает вязаться. Этот вот пошел в ту сторону у меня, а этот направила в эту сторону. И вот еще кустик. Ну, я говорю, снизу мы снимали. И вот пошел. И посмотрите, какие у него огромные плоды. Вот этот вот вообще. Вот такой большой плод. И вот. И вот такая кисть. И вот это все полосатый шоколад. О, куда ушел. И он продолжает вот туда идти. И все еще вязаться. В общем, помидоры неплохие. Но есть но. И вообще-то и малахитовая шкатулка очень урожайная. Здесь я очень уже много сняла. И ее еще много. Ну, не особо много. Но я очень много сняла. Вот смотрите, какая крупнющая. Не знаю, здесь полкилограмма, наверное, будет. И вот мне вот сердце от гонсиоровых. В общем, что мне не нравится? Мне все нравится. Сердце от гонсиоровых. Сразу вроде мало было. А потом он понавязал плодов. И хоть и облетали у него завязи. Но он навязал. А это вот такой огромный плод. Сердце от гонсиоровых желтые. Ну, в общем, помидор много, радости мало. Потому что я их, конечно, испортила. Ну вот. До свидания. С вами была Наталья. С вами была Наталья.